Так, и у нас сегодня будет тема такая «Умереть, чтобы выжить», но на самом деле эта тема далеко не агрессивная, это тема, которая есть по факту, и это действительно так. Сейчас я перейду в канал. Все, ребята, буду вводить периодически и здесь, и на YouTube просмотрим. Сейчас я попался, через какое-то время. «Умереть, чтобы выжить». Мы с вами настолько стремительно развиваемся, настолько стремительно пытаемся что-то освоить, какие-то новые технологии. Ходим на различные обучения, тренинги, какие-то обучающие программы. То есть максимум того, что мы можем себе позволить в финансовом плане, в денежном плане, мы все это максимально стараемся реализовать для самого себя. И это неплохо и нехорошо, это наш социум, это действительно так. Но чем больше мы начинаем осознавать себя, тем больше мы начинаем понимать, что в этом мире мы практически ничего не знаем про себя. Что в этом мире мы практически ничего не знаем про свой аватар. про свои миры, про свои возможности в этом мире и не только в этом мире. Но мы с вами застроим самую такую поверхностную частичку, да, поверхностную частичку себя, потому что я еще раз повторюсь, что в открытых эфирах я многие вещи не проговариваю, потому как не все к этому готовы. Вот, у нас есть закрытые клубы, есть закрытые клубы и по неедению, есть закрытый клуб по теме вечной, где тоже я провожу эфир. Конечно же, на марафонах мы начинаем со снов прокачивания себя, раскрытия себя. И на ретритах. На ретритах я поднимаю глубоко эту тему, и вот этот ретрит, который будет... Он будет максимально направлен. Сознание себя максимально направлен, как свое внимание углубить внутрь клетки, чтобы почувствовать, как идет жизнь. Чтобы ее возродить. И при возрождении своего клеточного пространства, мы начинаем возрождать свой аватар, при этом, чтобы возродить свой аватар, мы начинаем подключать максимум тех знаний, которые сокрыты в нас. И это дает нам новую жизнь. Это дает нам новые возможности. И не только в самого себя, пути не только в это пространство, но и в пути в иные иные. Об этом я, наверное, побольше раскрою в четверг на Автополстаре. Я заявила такую тему, тоже немножечко раскрою. Сегодня я бы как раз хотела поговорить, почему мы умираем, чтобы жить. Я уже не один раз говорила вам, что ребенок, когда рождается, у него примерно плюс-минус до трех лет у него открыта генетическая память. И это действительно так. То есть открыта та генетическая память, которую он может развернуть, чтобы максимум открыть те миры, которые он уже проживал. Но мы такое благородное общество, которое максимально это сразу же в ребеночке закрывает. Не потому, что мы хотим навредить ни в коем случае, а потому, что от нашего невежества. И наше невежество, оно тоже не от того, что мы вот такие вот прям совсем-совсем нехорошие какие-то, ай-яй-яй, не гадяй. А потому, что нам так передавалось с поколения в поколение. И когда вы все глубже и глубже будете уходить в себя, вы будете понимать, почему это закрывалось. Я тоже потом это расскажу, почему эти моменты закрались. Они нас обезопасивают. Я не знаю, как правильно слово сказать. Обезопасивают в этом мире. И это действительно для нас такой положительный момент. В том мире, в котором мы сейчас живем, это достаточно положительный момент, положительный аспект. И почему я говорю, что мы через смерть начинаем познавать жизнь. То есть, вот смотрите, мы настолько закапсулированы в самом себе, чтобы нам выйти за пределы своего ума, нам постоянно нужен такой толчок, который будет в пух. Это купание в проруби, это стояние на глазах, это хождение по углям, это закапывание, ну, как правило, в какой-нибудь коробке, да, в группе, я уж не скажу так, да. Но, тем не менее, это различные тарзанки, это прыжки из парашюта, это еще что-то. То есть, мы все на себя стараемся выйти на, вывести себя на тот наш, на данный момент экстремальный уровень осознания, чтобы нас выбросило в новую реальность. То есть, мы не можем через лайт, через любовь перейти в эту новую реальность, как ни крути. Мы не можем в нее перейти не потому, что мы, это недоступно, а потому, что мы не знаем, что такое любовь. Да, ребят, как бы мы ни говорили, и как бы мы ни говорили, ой, да, нет, я вот там того люблю, того люблю. У нас всегда любовь, она с возворотом к самому себе. У нас всегда любовь, это та любовь, когда мы четко понимаем, что если мы любим человека, и когда мы начинаем приткноваться самому себе, я уже об этом говорила, да, мы ощущаем те моменты, когда мы чувствуем себя прекрасно рядом с этим человеком. Вот что такое для нас наша любовь. Есть приближенная к самой любви, что такое любовь, это немножечко приближенная, это материнская любовь к своим детям, не особская, уж простите. А вот материнская любовь, она приближенная к безусловной любви вот этой. Но когда вы начинаете на ином уровне испытывать любовь, она становится другой. А становится другой не потому, что вы стали все такие воздушные, правильные, и там, я не знаю, какие-то там, ой, все у вас так замечательно и хорошо, а просто потому, что у вас уходит оценочность, когда уходит оценочность, уходит важность, уходит важность эмоциональная, когда уходит важность эмоциональная, идет возврат к самому себе, возврат к самому себе через чувствование. И вот это вот чувствование, когда вы на максимуме живете на уровне чувствования, в вашем теле, так скажем, да, чтобы было понятно, в вашем теле идет разливание вот этой вот любви. И тогда вы понимаете, что такое любовь, где она живет и чем ее едят. И вот эти вот моменты, когда мы все время через смерть пытаемся вернуться к жизни. То есть вот это вот, когда мы начинаем вот этой любовью жить, это и есть жизнь, потому что она получается абсолютно другая. Она чувствуется другой, она видится другой, она ощущается другой. Весь мир поворачивается в себе, извините, как мне передано, да, он поворачивается в себе абсолютно другим аспектом, нежели было до этого. Вроде бы все то же самое, но что-то не то. Ты как будто попадаешь в зеркальный мир, в зазеркале. И когда происходят с тобой вот эти моменты, ты понимаешь, что жизнь началась. Но вот в это состояние, вот к этому чувству не выйти через любовь мы не можем, потому что только потом понимаешь, что такое любовь. И как это ни странно, ни странно бы не звучало, сейчас я вижу, как выйти к этому состоянию только через смерть. Возможно, есть еще другие моменты, но я их не познала. И вот когда мы через смерть, через преодоление чего-либо физического, чего-либо физического, нас выбрасывает в иное состояние сознания, вот это вот мы и пытаемся закрепиться за жизнь через смерть. И этих состояний у нас все больше и больше. И почему сразу же не бывает такого, что вот ты идешь к этому состоянию? Потому что мы бы не смогли, мы бы в этом мире бы не смогли прожить какое-то время, какое-то определенное время, чтобы познать его с этой стороны. То есть смотрите, когда мы, водители меня поймут, да, когда машина машину заносит, чтобы ее вырулить, нужно сначала рулем поймать колеса, да, а потом их только ты уже можешь вырулить эту машину. Это при сильном заносе. И здесь то же самое. То есть чтобы тебе выйти из этого мира, в который ты уже пришел, тебе нужно туда полностью углубиться, и только после этого ты сможешь вырулить, вырулить. В следующее свое сознание. Если ты изначально придешь в этот мир и будешь уже в таком осознании, то есть есть же люди, которые приходили в этот мир, и у них уже была открыта память, либо осознание чего-либо, слышали, наверное, да. И о некоторых людях, которые приходили там из 7 лет, они уже понимали, что они не будут там кушать, другие понимают, что вот они хотят вот это. Но они, получается, они же все равно были асоциальны. Они не познали того, что здесь. А когда ты не познаешь того, что здесь, ты не можешь вывести еще каких-либо людей за собой, потому что ты не знаешь, чем они живут, ты не научился на их языке разговаривать. Это то же самое, что нас затем в какое-либо в какой-либо социум, где мы не знаем языка, мы им не сможем рассказать, что вот есть еще вот другое то-то, и пойдемте туда, я вам расскажу, что там есть. Мы с ними на пальцах будем, пока изъясняться, мы максимум, что мы там конфетки, палочки, носочки раздем. Но чтобы показать людям, как, каково оно, что есть еще другой мир, и как в нем живется, и что в нем чувствуется, ты должен погрузиться сначала в их мир, на осознание этого мира. То есть здесь, чтобы людей вывести на следующий уровень знания, ты должен сначала здесь, в этом мире, пройти по максимуму. Пройти по максимуму, ощутить все состояния этого мира, все состояния этого социума, все ощущения, чувствования, не знаю, эмоции, любовь, трагедии, смерти, расставания, там, что-то еще, пока ты этого не прочувствовал, не осознал, ты другому человеку не сможешь рассказать, потому что, когда он тебе будет говорить красное, а ты ему будешь говорить мягкое, то вы не сможете найти общий язык, ты не сможешь ему рассказать о чем-то, что есть еще, пока ты не познаешь, в чем он сейчас живет. Понятно, ребят? И вот это вот состояние, которое мы постоянно проходим, это постоянное состояние смерти, то есть здесь мы живем в постоянном состоянии смерти. Только после, как только после осознания того, что мы живем в постоянном состоянии смерти, мы можем выйти на состояние жизни. Это когда я вам рассказывала в закрытом клубе, я рассказывала, да, когда у меня был приступ, и я когда ушла, я понимала чётко, что вот сейчас вот я, вот мне осталось там 10 шагов дойти, я понимала, что я их пройти не могу, я сейчас умру. И когда вот в этом состоянии уже нет чувства страха, ты понимаешь, что ты физическим телом просто умираешь, и когда ты умираешь физическим телом, и у тебя нет сожаления, у тебя нет, вот я там что-то недоделал, я там что-то нет, у тебя просто там какие-то вот обычные вот идут обыденные мысли, и без этого никак, то есть идут обыденные мысли. Так, ну дети там, наверное, вот куда-то перелетят, туда кто-то это сделают, а ты понимаешь, что у тебя нет страха, ты понимаешь, что у тебя нет крючка в этом состоянии, чтобы зацепиться за этот мир, понимаете? И когда нет вот этого крючка, когда у тебя все идет на нейтрале, нет хорошо и нет плохо, нет плюсов и нет минусов. Просто на сегодняшний день вот такое вот, вот твое состояние такое, что ты покидаешь просто вот это вот физическое тело. И это ни хорошо, ни плохо, ты не перестаешь существовать, ребят, ты просто выходишь из этого тела, ты выходишь из этой одежды, ты меняешь ее. И когда ты это четко осознаешь, то когда ты возвращаешься уже в состояние тела, ты тогда понимаешь, что если бы вот это, с этим состоянием вырождался каждый, что бы его здесь держало, как бы он перешел в следующую плотность, не познаешься, нельзя перепрыгнуть ступеньку. Перепрыгивая ступеньку в следующую плотность, в той плотности ты не сможешь передать знания, ты не банк данных уже становишься. Ты не можешь привнести в следующую плотность свою лепту, что ли, вот так вот сказать. То есть ты туда можешь перейти, но ты точно так же туда переходишь, сейчас индивидуальная единица, вот как здесь получаются, вот индивидуальные единицы, которые вот в этих вот состояниях, то есть они же многих людей, про них просто знают, они интересны, их исследуют, с ними здесь все что-то говорят, но так, чтобы за ними идти, за ними же не идут, как правило. Они просто для интереса, и в следующей плотности они тоже будут как для интереса. А вы, проводники, которые познали вот этот мир, чтобы выйти к следующей жизни, вы уже можете четко передать вот это вот накопленное, накопленные свои видения, знания, которые у вас аккумулируются в ваших клетках, которые вы можете спокойно передать следующему. Следующей плотности. Почему каждая плотность, она более и более плотнее? Почему каждая плотность, она иная? Там все по-другому. Если перевести это на наш язык, чтобы было понятие, там интереснее. А интерес-то из чего возникает? Интерес возникает из того, что там еще больше всего того, что может раскрыть далее. Если вы будете сидеть в темном пространстве, день, вы просидите, подумайте о своей жизни. Неделю. Вам уже кажется, ну все, я теперь уже, блин, не хочу больше здесь сидеть. Месяц, думаешь, ну все, я иду на просветление, что мне делать? Год. Думаешь, да горе оно все огнем. Нафига оно мне надо? Блин, уже даже повеситься не на чем. Все. И вот чтобы выйти вот из этого черного квадрата, мы накапливаем как раз, вот как пауэрбанк, энергию, информацию, информационные ресурсы, энергии, которая не только в нас. Мы же накапливаем не свою информацию. Мы накапливаем информацию с всего пространства. И чем больше мы ее осознаем, то есть она, неосознанная информация, она у нас как все. Почему возвращаются некоторые-некоторые опять и опять в эту же плотность? Потому что нет осознания, то информация, она обнуляется. Только осознанная информация нас выводит в следующий уровень, в следующую плотность. И когда нас выбрасывает в следующую плотность, это как раз идет в следующий объект. То есть может быть я, конечно, грубо назвала, да, что вот через смерть, но все, что в этом мире у нас творится, мы все делаем, чтобы нас выбросила в следующую плотность, мы это все делаем через смерть. Мы все это делаем через какие-то аскезы. Мы это все делаем через какие-то такие вау, надо, туда. Вот это вот здесь, вот это вот здесь, вот это вот здесь. Вот чтобы нас пробило, нужно вот так, вот так, вот так. И мы все время себя отщелкиваем. Ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь. Понятно, я говорю? Интересный ретрит готовится, по-моему. Я правильно поняла, что ретрит для начинающих, для продвинутых. Один и тот. Ребят, у нас просто нет начинающих и продвинутых, поверьте. И я такой же начинающий, как вы продвинутые. И я такой же продвинутый, как вы начинающие. Пока мы не раскрыли клеточное пространство, мы все находимся на едином уровне. Сейчас у меня клетки начинают только, только, только. Я, я, вот эти вот знания приходят. Я не смогу получить следующие знания, пока вам не передам эти. Понимаете? У меня-то тоже под крышечку заполнены. Мне-то тоже нужно обнуление. Я пока не передам, следующий ретрит у меня, следующий ретрит у меня будет следующий. И он точно так же будет, как для начинающих, так и для начинающих. Потому что у нас нет начинающих или начинающих. Это миф, придуманный нами, чтобы себя как-то разграничить. Своё эго потешить, так скажем, да? Но эго – это хорошо, и оно нас держит в определенном тонусе. И это здорово. От него не надо избавляться. Пока мы здесь, не надо избавляться. Просто оценочность убираете, и эго вам работает на ваших ресурсах. И оно замечательно вас выводит в определенные стадии безоценочно. И это очень клёво. Да, поэтому я говорю, что каждый ретрит никогда не будет похож на предыдущий. Каждый новый ретрит я расту вместе с вами. Почему у меня некоторые девочки, некоторые ребята ездят из ретрита в ретрит, потому что они чётко понимают, что с каждым ретритом, они проведённым, мы с ними переосмысливаем. Я свою информацию переосмысливаю. Каждый из них свою информацию переосмысливает. Она у них усваивает, и они готовы к следующему. И мы в следующем ретрите встречаемся, и у них следующий плац. Они следующего себя, лепят следующего себя. Точно так же, как и я. То есть предыдущий ретрит, который у меня вот был, то, что было тогда, в этом ретрите уже будет всё по-другому, потому что я другая, у меня уже другие сознания. И так будет постоянно. Света, ты имеешь в виду смерть физическую или смерть старых привычек зоны комфорта? А смерть физическая, либо смерть старых привычек зоны комфорта, слушайте, это всё одно и то же, потому что без физики у нас не будет привычек, без физики у нас не будет зоны комфорта. Когда у нас нет физики, у нас мы уже в другом восприятии. И как раз смерть физическая, мы же выходим, мы же выкидываем себя за пределы ума всегда через физику. Поэтому у нас это неразрывно связано. Нам этот аватар дам, чтобы нас выбросило в следующее. Это, да. Не знаю, правильно, понятно ли я объяснила. Светлана, добрый вечер. За этот год ваше здоровье полностью восстановилось? Нет. Нет, не полностью восстановилось. И я как раз вот рассказывала в закрытом эфире. Так, у нас YouTube немножечко остановился, я смотрю, там, проблемка какая-то, видимо. Но я отвечу пока на этот выпуск. Здоровье не полностью восстановилось, могу сказать, но оно у меня то безупречное, то, когда у меня идут вот новые вот эти вот состыковки, меня как физическое тело как будто бы оттягивает обратно, а сознание как бы выламывает из этого мира. И у меня такой дисбаланс, разбалансировка получается. Я про это тоже расскажу на репрессе. И так. Так, пока YouTube висит, давайте сейчас зайду в Telegram. Так, а в Telegram нет вопросов, да? В Telegram я не вижу вопросов. Давайте, ребят, задавайте вопросы. Ну, видимо, у нас с YouTube тоже вот, ребята, ну, как. Так, у нас с вами, в общем, еще что хотел сказать. Ребят, я в конце мая буду уже в Сочи. Там, наверное, будет немножечко другой интернет. Я на это учусь. Вот, поэтому скоро уже будет по другим интернетам. Я думаю, что уже будет качество, наверное, получше. И еще, кто живет в Сочи? Ребят, давайте сделаем встречу на начало июня. Да, здесь писать в комментариях. Да, пишите, ребята. На начало июня давайте сделаем встречу. Она будет абсолютно бесплатна. Просто если кто-то сможет организовать... Да, один из... Ага. Если кто-то сможет организовать встречу, то пишите в личку. И мы обязательно ее организуем. Она может быть на какой-то полянке, если не будет дождя. Она может быть в каком-то пространстве. Но я не знаю, там, если за пространство там будет какая-то аренда, то я думаю, там, наверное, если на всех разобьется, то, наверное, будет какая-то чисто символическая. Вот, я бы с удовольствием бы с вами встретилась, пообщалась бы. Там, часика, не знаю, там, три-четыре. Позадавали бы вопросы как-то. Вот, и можно будет в Сочи такие встречи делать регулярными. В Сочи, либо где-то, где-то близко взять. Вообще, я готова ездить практически в любой город, но там уже нужно понимать, что если я в Сочи, я могу на несколько часов прийти, то если ехать в другой город, то там уже у меня проблематично, уже накладка идет. То есть это нужно на дорогу, это нужно на... Я детей, как правило, беру с собой, потому что я их оставить не могу. Это нужно будет с кем-то договариваться по собаке. То есть сразу же много-много-много беремица всего складывается. И это уже получается не совсем дешево. В Екатеринберге чудесная встреча была. Конечно, помню. Конечно, помню, Леночка. Да, у меня она в телеграм... Ой, в этом... В Инстаграме выложена фотография прикольная такая, где мы все вместе. Конечно, было очень здорово. Вот. Здравия. Скажите, будь ласка, есть ли случаи исцеления от ВИЧ? Если человек принимает терапию, можно ли сразу на голодание и, соответственно, бросить к нему? Благодарю. Полного ислечения от ВИЧ у нас сейчас нет. Но мы сейчас... Вы все знаете Мишу, да? И он четко рассказывал по анализам, что да, сухие дни, они, несомненно, действуют положительно на результаты. Без терапии. То есть он терапию все убрал. Все таблетки убрал, никаких препаратов не принимает. Это первый момент. Второй момент, как бы... Он говорит, ну, я пока тяжело, вот мы с ним сейчас идем, другой путь выбрали. Но я для всех его озвучивать пока не буду, чтобы каждый не начал для себя применять. У нас там такой... Все-таки такие моменты, когда идут с серьезными заболеваниями, то они все-таки у нас проходят, ребята, индивидуально, чтобы каждый на себя не мерял. То есть Миша сдал анализы, и после очередных анализов мы вот с ним пробуем еще один метод, я думаю, что через какое-то время он выйдет в эфир и тоже вам расскажет. Мы с ним выйдем в эфир, он расскажет, как он себя чувствует, какие результаты, как ему лучше, так либо так, и все вот это вот расскажет. Могу сказать однозначно, что когда были метастазы в яичниках, в трубах, и они точно, абсолютно точно по анализам рассасывались, потом были раковые, ну, какой-то начальной стадии, и было постоянное кровотечение, то есть не периодами, а постоянное, на протяжении двух лет. Вот, мы тоже его полностью исцелились все кровотечения, несколько месяцев эти, все растосалось по анализам тоже, вот, это тоже могу сказать, но опять же, как мы туда шли, я не буду вот озвучивать прилюдно, не потому что, что хочу вот что-то там скрыть или сохранить, а потому что это не всем подходит, ребят, это очень индивидуально, то есть мы берем, я беру не только, потому что вот я там от бабушки Феди там вот это вот услышала, а мы берем анализы, мы берем рост, вес, возраст, питание, образ жизни, образ мышления, какие ситуации предшествуют, то есть мы прорабатываем со всех сторон, мы ведем не только, что мы закидываем в себя или не закидываем в себя, какую физику мы делаем, какую мы полностью исключаем, но мы еще и прорабатываем голову, это очень важно, мы вытаскиваем наружу, а психосематические заболевания возможно излечить с этими днями. Ребят, все заболевания не лечатся одним путем, любое заболевание, его можно излечить только комплексно, когда вы прорабатываете себя и психологически, и физиологически, когда вы работаете только физиологически, вас выбросит психика, если вы работаете только психологически, физика вам даст знать об этом, поэтому нужно, все равно я всегда говорю, на одной ноге ты далеко не уфрыгаешь, у тебя она сломается, всегда потихонечку мы идем двумя ножками, одной, второй, физика, 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 и только в этих случаях у нас может быть чаще всего и бывает положительный результат. Только на одной, на одних сухих днях выехать, но это даже некорректно будет сказано, потому что если кто-то говорит там, а я вот только на одной физике, может быть такие, как бы я же не спорю, я просто же по себе говорю, я говорю, какие результаты со мной были, и вот со мной такие, то есть мы прорабатываем разных аспектов, потому что я не вижу только вышел на сухие дни и все у тебя отвалилось, потому что ты на сухих днях меняешься, у тебя осознание приходит абсолютно иное, и когда твое осознание, когда твое осознание становится иным, ты начинаешь себя прорабатывать с тех сторон, которых ты раньше не замечал, и это тоже. Сухие дни обыстряют ли болячки, пишут мне, да, сухие дни обостряют болячки, потому что как вывести вашу болячку, если ее не обострять, они обостряют эти болячки, абсолютно точно, абсолютно точно, я могу сказать, и для осматиков, то есть когда осматики только начинают сухие дни, на первых этапах им хорошо, на следующих этапах у них получается заскоружность, они не могут откашляться, и там тоже свои процессы должны идти, свои процессы вычищения, поэтому вот если мы идем без головы, ребят, вот куда бы вы ни шли, в какие бы процессы, это не касается только сухих дней, в какие бы процессы вы ни шли, сломя голову, вы надорветесь, вы надорветесь, вам это все надоест, вы это бросите к чертям собачьим, всегда относитесь к себе очень корректно, и когда мне говорят, вот я бы с удовольствием, но у меня на это нет денег, ребят, всегда есть ваш выбор, всегда, у меня тоже на определенном этапе не было денег от слова совсем, но я понимала, что они не появятся, потому что я даже работать не могла, я не могла себе найти ту работу, на которой я бы хотела работать, потому что у меня не было физического здоровья. Вот и все. У вас всегда есть выбор, у каждого человека всегда есть выбор, куда вкладывать свои ресурсы, свои финансы, свое время, свое внимание, свои возможности, и всегда выбор только перед вами, и какой бы вы ни сделали выбор, для вас он на данный момент, на данный момент всегда самый правильный, потому что до какого момента вы созрели, такой вы и сделаете, то есть вы не можете сделать тот выбор, до которого вы не созрели, вам будет некомфортно, если вам кто-то скажет, да иди, иди ты, что, вот у нее, у него, там еще у кого-то, ты точно вылечишься, и ты собираешь все вот эти вот свои по сусекам деньги с родственников, вот там откуда-то, из каких-то там, и матрас вытряхнул, ты их собираешь, но если ты психологически не готов, если ты чувствуешь, что ты на это не готов потратить, но как бы я попробую, у тебя ничего не получится, но если ты для себя понял, что это мое, я все равно найду эти деньги, я все равно найду эти деньги, и я дойду до определенной точки, до той, которую я сделал, вы до нее дойдете, да, и тут вопрос еще в телеграме, так, сейчас я прочитаю его правильно, так, алена, что-то, ну, Алена, у тебя, конечно, аватарка, ты прям охонь, я даже не понимаю, смотрю, Алена пишет, смотрю, что за аватарка, вы, когда заходили в автономию, вы спорт, бег употребляли, и Ирина, извините, Ирина, я рассказывала, я когда заходила, первые разы, я не могла даже дойти до туалета, у меня там в спорте, вокруг вообще не стоял, я задыхалась от того, что я дышала, у меня это было очень, очень постепенно, то есть у меня была очень тяжелая стадия заболевания, вот, поэтому я вообще туда заходила просто потому, что я по-другому не могла, вот и все. Я вам могу сказать, ребят, абсолютно точно, когда меня спрашивают, что, а вот, чтобы, вот, вот, зайти на ваш уровень, чтобы начать там смотреть, вот, на клеточном уровне еще, обязательно быть в автономии? Ребят, не обязательно быть в автономии, это я вам могу сказать точно, вы можете и на еде, но не на тяжелой, это однозначно тяжелая вода, еда, вас все равно не приведет к вашим тем результатам, вы можете, вы можете облегчить свое питание, вы можете быть какое-то время на автономии, это как с велосипедом, я уже говорила это давно, давно, много месяцев назад, когда вы научаетесь ездить на велосипеде, вы уже этот навык не забываете, вы на нем и начинаете ездить, но если вы не ездите год, два, три, вы потом садитесь и начинаете точно так же ездить, но лучше вы ездить не станете, то есть тот человек, который пока вы отдыхали, он дальше катался на велосипеде, он приобрел новые навыки, а вы там остались, то есть, если вас выбросило на определенное осознание, то вас уже назад не отбросит, вы все равно будете, вы туда сможете всегда возвращаться, просто если вы утяжелите свое питание, то вы на новый этап не пойдете, если вы через какое-то время опять облегчите свое питание, опять выйдете, просто не каждый может выйти на 100% на автономию, я вам говорю, что вот эти вот все состояния, в которых я сейчас, вы можете их достигнуть и на еде, просто вы должны контролировать, потому что когда вы идете дальше и дальше вот в эти состояния, вам уже, вы уже в неедении сами перейдете, то есть вам не нужно будет каждый день кушать, вот я общаюсь с людьми, которые просто шли вот с этим осознанием, они на еде шли, но просто они дошли до такого уровня, что им не нужно каждый день кушать, они не хотят каждый день кушать, они не хотят каждый день пить, для них норма покушать там раз в два дня, раз в неделю, раз в месяц, это просто еда, это такой же просто, как становится инструмент, и насколько он вам еще будет актуален, вы будете им пользоваться, не будет актуален, вы его забросите, вот и все, поэтому здесь не стоит вопрос, что только те люди, которые находятся на нееде, их выкидывает в новые состояния сознания, нет, и на еде тоже, но вы должны к этому идти, то есть вы должны облегчать питание, и я все-таки приветствую, я говорю, что на еде можно, может вас выручить, но я все же приветствую, когда вы делаете суси дни, когда вы делаете дни без еды, потому что в дни без еды, особенно когда вы на легком питании, дни без еды вас будут просто выбрасывать, 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 и вы будете все больше и больше осознавать и закреплять эти состояния, да, на длительных суси, я могу вам сказать, на длительных суси у вас будут другие осознания, у вас, вы будете прям вот идти, идти за этим и бежать, ну как бежать, не за этим бежать, нет, Вот у меня на сегодняшний день есть такое, что вот у меня вот идут, идут вот эти вот осознания, а я за ними угнаться не могу, я не могу переварить еще то, что я вот там вчера услышала, а то, что сегодня, то есть они вот передо мной проплывают, я их вижу, я понимаю, что, и осознавая то, что во мне было там несколько, некоторое время назад, пока я это уложу и осознаю, то, пока я их укладываю и осознаю, я понимаю, что там вообще все нельзя, то есть я еще вот такой мизер только осознала, и понятно, мне хочется идти все дальше и дальше. Так, Света, а по-твоему дает еда человеку, а что по-твоему дает еда человеку людям, для чего человек ест? Ну, у нас же уже несколько поколений в клетке это залудить, у нас же это как привычка. И мы сейчас идем на определенное, то есть мы одни, так скажем, клеточные стереотипы разворачиваем, а другие клеточные стереотипы обнуляем, которые мы понимаем, что нам они в определенном случае мешают. То есть обнуляем такие клеточные стереотипы, да, что во все праздники нужно употреблять спиртное. Мы их обнуляем. Хотите, это что значит обнуляем? Это не значит, что мы от него уходим. Это значит о том, что хотите, употребляйте. Хотите, не употребляйте. Вот и все. То есть нет такого. У вас уже четкое понимание, когда вас пригласят за стол выпить, если вы не хотите, у вас не будет понимания, что я должен выпить за компанию. Вот от слова совсем. Это то же самое, что вам собак грызяет пластиковую игрушку детскую, скажет, принесет, он скажет, на, хочешь? А ты ей скажешь, нет, не хочу, пожалуйста, ешь. То есть у вас не будет такого, что вы обязательно должны с собакой пожевать этот пластиковый блядчик. Понимаете? И точно так же вот эту вот привычку есть, мы тоже ее просто обнуляем. Но она у нас же несколько поколений там была. До этого у нас не было ее. Мы были без нее еще далеко до этого. Вот. Поэтому у нас одни мы разворачиваем процессы. Процессы, которые наши базовые. Это телепатия, телепортация, левитация. Это все наши базовые строители. Они очень легкие. Я на ретрите с ребятам, наверное, расскажу, вот как их, я не люблю слово практиковать, как их прочувствовать, начинать чувствовать, чтобы они развивались. Вот так вот я скажу. Если с зубами проблемы, в автономию можно выйти? Конечно, можно. Можно. Смотря какая проблема с зубами. Потому что проблема с зубами, если мы говорим о трещинах, трещины затягиваются на автономии. Если мы говорим о каком-то кариесе, то кариес затягивается на автономии. И опять же, автономия, что вы подразумеваете в автономии? Если это голодание в несколько дней, то это только будет плюс. Если мы говорим, что вы через силу воли пойдете дней на 60, вы выплюнете еще зуба 2 как минимум. Это только через осознание, через чистку сознания. Может быть, да, замедляющим инструментом, чтобы далеко не улететь в сознание. Работать как предохранитель для птиц может абсолютно. Бывают ли пустотные состояния? Смотря на каком этапе. На моем этапе пустотных состояний уже не бывает. Потому что пустоты нет, так же, как и полноты. Просто. Сейчас еще на YouTube загляну. Давайте, ребят, пишите вопросы. Так, вы с инфодайлингом знакомы? Нет. С инфодайлингом не знакомы. Не знаю, что это такое. Или. Поэтому не в курсе. Ребят, YouTube подключился, поэтому, если что, тоже пишите на YouTube и здесь. А если вопросиков не будет, то я тогда буду закругляться. А, еще, ребят, знаете, что я хотела вам сказать? Чем ночью занимаюсь? Я поранного ночью занимаюсь. Я сейчас очень много смотрю профессоров. Мне очень интересно квантовая физика. Я говорила вам, да? Волновая генетика. То есть я про нее смотрю очень много. Сейчас вот то, что чувствую. Тогда какие привычки заменяют привычку еду? Привычка еда, она обнуляется, ее не заменяют. Ребят, когда мы начинаем заменять другим, это, знаете, я бы называла попшовая психология. Я не знаю, как по-другому. Я сейчас так чувствую. Смотрите. Вот есть наушники, да? Мы хотим убрать наушники, и мы хотим вот эти вот наушники заменить вот этой заколкой. Мы наушники убираем, заколкой заменяем. И у нас было это пространство закрыто. Так оно и есть. А нам нужно вытеснить интересной информацией. И тогда у нас уже вот эти наушники обратно сюда не вернутся. Заколка сломалась, наушники вернулись. Вот оно будет все время у нас скакать. То одно, то другое. И мы будем постоянно в сжатом состоянии, чтобы, не дай бог, наушники не вернулись, потому что нам нужна эта заколка. А если мы интересненько чем-то, то все, заполнили. И интересненькое что-то у нас будет расширяться в интересненькое. Понимаете? Это немножко другие процессы. Я сейчас с этой стороны больше смотрю. Мне сейчас с этой стороны больше интересно. Да, да, Денис. Это мне сегодня Лианочка прислала посылочку. Вот, я сегодня сходила, получила. И вот ночью буду, кстати, ночью могу читать. Ночью могу смотреть сериалы. Что за книгу вы указали сейчас? Смотрите мне. Я вам потом в эфирах расскажу все. Своё видение. Смотрите, вот они разные у меня. Это общение с мудрецами-дольменом. Видите? Но я ещё не могу никакой рецензии, потому что я только-только получила. Они ещё пахнут. Я обожаю запах книг. Я раньше, когда я училась, когда я получала ещё первые два образования, у нас не было интернета такого. Не знаю, не было. И мы в курсовые писали от руки. У нас под А4 была такая расчерченная, кто-то может помнить, бумажонка, к которой мы подкладывали, чтобы ровно писать. И мы проводили время в библиотеках. Я обожала время вот это вот проводить в библиотеках. Мы вот с утра приходили. Там не было никаких кафешек в библиотеках, как сейчас вот есть там. Нельзя было там жувать и пить, потому что это было неприлично. Запах книг, он у меня до сих пор отразывает все ощущения. И вот мы вот с утра и до ночи сидели в этих библиотеках. Писали пирсовые от руки. И что дам даже пальцы до мозоли. А знаете, у некоторых ребят до сих пор вот здесь вот на пальце такие шишечки. Потому что мы писали просто очень много. Вот это я помню. Где предел, за которым автоном перестает думать о еде и про то, что он автоном? Автоном мне вообще не нравится это слово. Я его употребляю, чтобы было понятно. Что такое автоном? Мы не можем быть автономными. Если бы мы были автономами, мы бы ничего не узнали. Мы как паутинка все. Мы априори не можем быть автономными. Мы не можем быть сами по себе. Если ты сам по себе, то тебе не интересно все вокруг, а всему вокруг неинтересен ты. Ребят, нужно как-то нам придумать новое какое-то слово, чтобы было понятно, что я есть все. Вот какие-то, я не знаю, паучки. Вот. Но потому что вот автономия – это жутчайшее слово. Я себя чувствую, как, я не знаю, там, автономная какая-нибудь атомная подстанция. Суть просто перестает думать о еде и про то, что он автоном и о еде, или не о еде, и просто начинает жить, как когда-то до этого сытый человек, который, отолив голос, начинает жить без мысли о еде. Вы достигнулись в его состоянии и идете к нему. Есть такие люди среди автономов, которые могут жить обычной жизнью, не думая об условии. Так как бы они и не думают. Вот «Звенящий кедр России» я не читала. Вот честно. Когда у вас проходит оценочность всего, у вас проходит важность. Когда у вас проходит важность, у вас проходит важность еды и важность не еды. И когда у вас проходит вот эта вот важность еды и не еды, Тогда вы начинаете заниматься все вещами, которые сакрально скрыты в ваших клеточках. В каждой клеточке вас. Это другие ощущения. Вы не думаете, вы же не думаете, не сидите, а как там пластиковый завод без меня поживает, который делает великолепный, сверкающий пластиковый виноград. Невероятно красивые пластиковые яблоки. Вы же об этом не думаете, потому что вам это не важно. Почему вам должно быть важно, что думать о идее или не думать о идее, когда у вас другие познания, когда у вас другие думания, вас захватывают намного больше. Поэтому здесь вообще про другое. Информация о дальменах, их предназначение, откуда. Ребят, я сделаю потом эфир по дальменам, но я, наверное, сделаю эфир по дальменам, знаете, когда? Когда я уже съезжу в Сочи, мы еще съездим еще на одни дальмены с Дианой. Кстати, можете с нами присоединиться. Вот. И можно, кстати, встречу сделать где-нибудь на дальменах. Вот так вот еще даже. И после этого сделаем эфир. Я вам расскажу свои ощущения, потому что после первых дальменов, когда меня там разбирала, просто по пикселям, вот прям, вот реально, это были такие вот состояния новые для меня. Светлана, вас плохо слышно? Какое-то двойное звучание. Ребят, скажите, пожалуйста, плохо слышно или нет, потому что все остальные молчат. Может быть, это только у Галины такой звук? Мне тут пишут, что нормально. Слышно нормально, хорошо слышно. Все, галочка, наверное, что-то у вас. Когда или лучше спросить, через какое время, Света, у тебя пропало желание есть и мысли о еде? Когда важность прошла? Важность у меня прошла, ну, важность у меня прошла, знаете, наверное, перед заходом вот в эти автономные, в этот автономный период. Вот когда я, когда я в 21 году летом, когда летом 20 года, когда я летом 20 года переехала в Краснодарский край, я уже переехала без чувства важности. То есть я его настолько перепрожила. И после этого оно начало просто укрепляться. И тогда вот важность и оценность у меня просто уже, наверное, к Новому году 21, когда 21 год настал, вот у меня она тотально пропала важность. Просто. И абсолютно другое восприятие вообще всего. На каком транспорте можно добираться к дальменам? Или это пеший ход? Я пока не знаю, ребят, правда. Я не знаю пока эти места, я не знаю Сочи, я не знаю, как там что добираться. Давайте сделаем кто-нибудь, напишите в личку, кто живет в Сочи, кто готов, сделаем какого-нибудь одного человека организатором, чтобы все вот это вот. И все это сделаем. Вот. Потому что мне будет приятно с вами увидеться, это будет, я еще раз повторюсь, абсолютно бесплатно. Только если на дальмены, если мы ищем на дальмены, то на дальмены там вход платный, там, по-моему, 300 рублей вход, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. Вот. А важность это тоже только привязка ума. Важность это, когда нет осознания. Осознаешь себя, закрепишься в осознании, когда придешь к самому себе. И важно, что она пропадает. Я бы не сказала, что это привязка. Это, наверное, тоже какой-то наш определенный предохранитель, я бы так сказала. Но мы с вами, наверное, можно сделать еще один эфир про важность, потом попозже. Вот. И сейчас, ребят, буду заканчивать, чтобы у нас длинные эфиры не были, чтобы они удобно было потом их пересматривать. То есть я лучше потом еще раз выйду в эфир, но уже в Сочи, наверное, буду почаще выходить, потому что здесь интернет не очень. Просто бывает, что мучаемся. И, в принципе, на этом больше проводя эфиры в мучениях каких-то, потому что у нас тут слетает, то еще что-нибудь. И хотела бы еще, ребят, сказать. Сейчас у меня, я все-таки созрела к определенному, к определенному проекту, потому что он будет для всех нас. Он будет для, уже в сухом остатке, в конечном, он будет совсем дешевый, то есть чтобы в него попасть, там, не знаю, там, рублей 200-300. Но чтобы его сделать, нам, если кто-то желает помочь, то нужно будет тех людей, которые могут разбудить программу для айфонов. Я не знаю, как это правильно сказать, как приложение для айфонов, чтобы можно было и в App Store купить, и Google Play для, Google Play, там, по-моему, для андроидов. В App Store и в Google Play. Вот под эти, то есть если кто-то сможет вот эти вот, под эти критерии помочь сделать нам, вот, в нашу команду заходите. Вот, и будем делать, потому что если кого-то нанимать и заказывать, это мы, я уже узнала, это примерно полтора миллиона, у меня таких денег нет. Если кого-то заказывать, потому что сейчас, чтобы хорошую какую-то программу сделать, они сейчас вот такие вот расценки. А общими усилиями мы, возможно, вот это вот все сделаем. То есть у меня, я сменяю тех заданий, все вот это вот я делаю, совсем вот этим, все, а уже кто-то будет вот это вот конструировать. Ну, и если кто-то готов, может быть, быть спонсором, то тоже, ком, вот, это будет для нас огромнейший, огромнейший такой прорыв, потому что такого еще нет. И это позволит нам прийти к самим себе, как минимум, здоровым. Первые люди были автономными, да? Да, ребят, первые люди были автономными, это однозначно. А что за приложение? Зимнис, давай в личку, если есть, если есть навыки вот этого, давай тебе уже в личку, как бы сейчас пока не буду вот этим всем порхать, потому что это еще нужно, вот, кооперировать все. И тогда уже расскажу, что буду направлять тогда, перенаправлять к человеку, который уже четко скажет, какие, какие навыки от вас нужны, вот. Можно коллективно на это объявить сбор денег. Ребят, коллективно не получается, поверьте, мы уже один раз пробовали по-другому проекту, все сказали, о, мы да, мы да, и в результате там собрали что-то несколько тысяч рублей, и вот все вот так вот. И получилась такая, для меня не очень такая ситуация, то есть и проект мы сделали, и вот эти вот деньги обратно перечислять кому-то там по 100, по 200 рублей, по 500, по 1000 обратно всем раз перечислять. Тоже не вариант. И получилось так, что мы как будто бы собрали вот эти вот там 5-700 получилось, а нужно было на тот момент, когда вот мы собирали, ну, это еще несколько лет назад, на тот момент нужно было собрать порядка 30 тысяч, а мы собрали вот 5-700, и в результате получилось, что как будто бы как обманщики какие-то. И не туда, и не сюда. Поэтому вот эти вот сборы коллективные, это нет. Либо заходит спонсор, и он четко понимает, что вот на это вот траншинг, ему там предоставляется, что на это такой, на это такой, вот. Либо заходит человек, который в этом разбирается, встает с нами в команду, и все мы вот это вот делаем. Вот. Коллективно нет, это не работает. Не у нас. Как-то вот так. Вот. Поэтому, ребят, обнимаю. Жду на марафоны. На марафоны уже ребята проплачиваются, нет возможности приехать. Так, Слав, ты хотел руку поднять? Давай, говори. Жду на ретриты, и жду в закрытые клубы, и жду в Сочи на встречу. Слав, ты поднимал руку нечаянно или говорить хотел? Тогда говори. Хотя микрофон выключен. Наверное, нечаянно, да? Все, слава нечаянно. Все, ребяточки, тогда я буду сохранять эфир, он будет, и сейчас еще на итузе быстренько. Где инфу по ретриту в июне? Инфу по ретриту в июне, она, по-моему, у нас закреплена. Есть в закреплялках. Ребят, смотрите, вот у нас есть, короче, в каждом чате вверху есть прикрепленный такой крепочкой, показанной булавочкой, как она, иголочкой закреплялки. Вы на них надавливаете, сколько закреплялок, они все вам вылезут. Если не можете найти, то есть в топлинке. Если не можете найти в топлинке, напишите в личку, я вам скину. Вот так, вот сейчас последнее сообщение. По-вашему, сколько по времени существует человечество? Это вообще не... Ребят, смотрите, еще. Если вы задаете вопросы из любопытства, которые вас ни к чему не приведут, они вас всегда будут откидывать. Если вы задаете тот вопрос, который вам нужен на сегодняшний день для раскрытия себя, он всегда будет направлен внутрь вас. И тогда я на него отвечаю, и вы идете в следующий этап. Как только вы задаете вопрос от ума, от любопытства, он вас всегда будет откидывать назад. Голова от постоянного потока информации не устает? Нет, Слав, она приходит уже не в голову. Я не могу сказать, куда она приходит. Но ты ее чувствуешь с собой. А она уже у тебя не в голове кооперирует. То есть это уже не через поток мыслей идет, информация. Это идет через тебя. Светлана, а как вас впечатлил Саша Феклистов новый кулон? Ребят, я его ношу не всегда, но я могу сказать, я немножечко, может быть, по-другому чувствую. Вот это вот... Он у меня всегда рядышком. Я немножечко по-другому чувствую вот эту вот всю энергетику. Вот он вот такой вот красивенький, я вам уже говорила, показывала. Вот так вот видно, да, что он зажигается. Я чувствую полностью вот эту вот волну. Во-первых, я очень хорошо ощущаю, когда я очень люблю Сашу Феклистов. Это абсолютно чистый человек, и когда он делает что-то своими руками, он еще туда закладывает свою энергетику. Мы все, наверное, об этом знаем. Когда человек что-то делает, он закладывает самого себя, каждый свой продукт. Во-первых, это очень чувствуется. Во-вторых, когда в тебе есть что-то, он усиливает, это как я чувствую, он усиливает то, что есть в тебе. Я могу сказать, что я с ношением его у меня опять обострились, у меня были сопли, у меня опять был новый отход, новая чистка была бронхов. Вот, то есть очищает он, да, он все равно очищает. То есть на физику он хорошо чистит, как я чувствую, опять же, как я чувствую, ребят. Я почему так чувствую, потому что я очень хочу, чтобы я занималась своим осознанием, а моей физикой занималась либо уже клетка, которой я иду через осознание, либо какие-то сторонние механизмы. И вот этот сторонний механизм мне очень помогает, потому что я чувствую, что он вот это вот чистит и выводит. Я никого, это не реклама, это мои чувствования. И когда говорят там, вот я кому-то дал вот этот аппарат, он ничего не почувствовал. Он ничего не почувствовал, потому что у него внимание нацелено на другое. Вот на что нацелено внимание, вот это он и генерирует. Это так, как чувствую я. Вот, поэтому это уже смотрите сами. Вот, но у него, конечно, вот этот вот аппаратик, он просто настолько, настолько все красиво и продумано. Вот смотрите, какая маленькая штучка здесь. Вот этот вот заряд, но вот этот вот заряд, вот сколько вот я вам сказала, когда, когда вот он мне его подарочек привез, прислал. Я его еще ни разу не заряжала, ребят, ни разу. А это уже прошло сколько, недели, две-три, да? Вот, и он все еще вот так вот горит. У меня дети смеются, они говорят, мама, ты как это, как железный человек. Я бывает его повешу, мы вечером ездим на великах кататься. Очень удобно, он горит. Вот, и когда я езжу на великах кататься, они на ней надо мной смеются. Они говорят, ты как железный человек, сейчас я вам покажу. Видите? Видите? Вот. Так что, Саша, я как железный человек. Спасибо тебе еще раз огромное. Вот, поэтому, ребят, смотрите, все зависит от вас. То есть, куда направлено ваше внимание, туда будет направлен ваш потенциал. Если вы какие-то себе... Мы, кстати, можем потом еще скооперировать, возможно, эфир с дольменами. И с амулетами, потому что это такая тема, достаточно спорная. Поэтому можно так еще... Как у вас тело еще очищается? Да, тело еще очищается тело. Ребят, тело будет очищаться всегда. Я живу не в вакууме. Я живу в таком же мире, как вы, где есть пыль, где есть выхлопные газы, где есть там еще что-то, 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 что-то. Поэтому это, безусловно, оно, конечно же, будет уже с каждым разом все меньше и меньше, и не на таких уровнях. Но куда ушла очистка-то? Она все равно будет очищаться. От этого не деться никуда. Все, ребятки, пишите. Не звоните, пишите. Я не беру трубку, потому что звонков бывает очень много. И еще раз, ребят, если кому-то не отвечаю, пожалуйста, не обижайтесь. У меня, я ночью отключаю звуки у телефонов, когда я читаю, либо еще что-то. И у меня за 4 часа бывает 200-270 сообщений. Я не на все сообщения могу ответить, а некоторые, бывает, открываю, чтобы прочитать. Меня там кто-нибудь отвлек, там следующее сообщение, еще что-то. И я забываю, что я не ответила этому человеку. Я смотрю, не горит. Я думаю, ну, значит, ответила. Поэтому, если какой-то важный вопрос, пишите. Пишите по 10 раз. Но только, ребят, когда важный вопрос, не пишите мне, знаете, какие вопросы. А где мне найти про то, какие травы полезные? Google. Потом вот то же самое, когда мне пишут, Светлана, можно я вам вышлю фотографию? Пожалуйста, по фотографии вылечите моего родственника. Я не колдушка. Я, конечно, очень бы хотелось. Вот. По фотографии я не лечу. Потом, ну, всякие вот такие вот камерезные вопросы. Мне, конечно, очень приятно, что меня там со всех сторон рассматриваете. Но это все же это не так. Спасибо огромное. Всех крепко-крепко обнимаю. Ребят, пишите. И пишите, ходите на ретриты, на марафоны, в клубы. И давайте встретимся в Сочи. Спасибо. 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 Спасибо.